Доброго ранку, мы из Украины! Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа, а также к войне, которую расистские оккупанты развязали на территории нашей Украины. Меня зовут Эд Блэк и это новости с передовой. И сегодня я расскажу про новости, которые могут повлиять на нашу жизнь. И как всегда, свои обзоры я начинаю с потерь российских оккупантов на украинском фронте. Как я неоднократно, ежедневно заявлял, потери на фронте не уменьшаются. Если 3, 4, 5 месяцев назад были показатели 200, 300, 340, 400, то на данный момент меньше 400 убитыми не наблюдается. И последнюю неделю были показатели 500, 600, 700, 800, даже 1000 погибших. И прошедшие сутки не стали исключением. За последние сутки зарегистрировано 840 погибших российских оккупантов. А всего же с 24 февраля на территории Украины генштаб зарегистрировал 74 840 убитых российских оккупантов. Как вы видите, кровавая война продолжается и нет ей ни конца, ни края. И никто в мире, кроме Владимира Путина, не может эту войну остановить. А в это время ФСБ России продолжает снимать различные видеоролики по задержанию диверсантов в Крыму. Как всегда, у якобы диверсантов, задержанных на территории Крыма, обнаруживают распечатки карт. Представляете, карты вот так он разлаживает, смотрит на карту и потом идет направление необходимого объекта. Также обнаружены фотографии вот таких объектов. То есть человек эти фотографии с собой несет диверсант украинский. Далее, при обыске у этого диверсанта, даже у нескольких диверсантов, у каждого из них, дополнительно еще обнаружены фотография Кирилла Буданова, руководителя главного разведывательного управления Украины. Также фотография Бендеры и визитка Яроша. Это самые необходимые атрибуты, которые обязательно украинский диверсант с собой берет в поход на предполагаемые объекты, которые он должен уничтожить. Вот такой цирк устраивает российское ФСБ и снимает все это на видео, выкладывая все в интернет. А вчера Внешнеэкономическое ведомство Российской Федерации вызвало посла Великобритании и вручило ему ноту, в которой указано о якобы причастности Великой Британии к терактам, которые были устроены в Севастопольской бухте. Совсем недавно, когда были повреждены несколько кораблей специальными надводными дронами. В России утверждают, что эти дроны Великобритания специально передала Украине для совершения вот этих диверсий. И теперь Россия плачет, Путин плачет и передает мессенджи украинскому правительству через Турцию. Не трогайте наш Черноморский военно-морской флот. Там осталось уже несколько кораблей, прошу вас, больше не надо их уничтожать, больше не надо их калечить. И мы уже согласны на вашу зерновую сделку, пусть ваши корабли с зерном курсируют по заданным маршрутам, только не трогайте наш Черноморский краснознаменный флот. А институт изучения войны американский заявил, что Путин не намеревается останавливать войну. Сейчас он подготавливает некую стратегию для зимовки, а потом во время зимовки он хочет накопить дополнительные силы. И весной с новыми силами он собирается дальше атаковать со всех сторон Украину и продолжать войну и в 2023 году. Вот и все. Слава ЗСУ, слава героям, слава нашим друзьям во всем мире. Перемога будет за нами и уже идет. До новых встреч в следующем обзоре.